Игорь Ткачук Когда я закончил 11 класс Да, наверное, в это время То есть наступила пора университета И ты уже к нам приходил Я помню, ты говорил, что по профессии ты Программист Программист, да Ну вот я тебе и сейчас скажу и тогда сказал То есть еще и программист к этим Ну это копия Твой образ Внешний крайне с ним совпадает, скажем так С образом программиста Где свитер, борода, коты, где? Очки Расскажи мне, расскажи телезрителям На чем ты все-таки сосредоточился И что стало твоим основным, скажем так Мостиком в будущее Как ты определился? Чем я хочу заниматься далее? Я не знаю, наверное, просто род событий, которые происходили в жизни Он сам подвел меня к тому, чем я сейчас занимаюсь То есть Новосозданная организация общественная, которая имеет название Здоровье и суспильство Не было заранее задумки создать Общественную организацию, которая будет иметь направленность На спорт, на молодежь Ну вот как-то, опять-таки, этот род событий, который происходил Он подвел к тому, что была создана организация И организация буквально три недели И мы уже перекрыли одну школу Расскажи, да, расскажи более детально Чтобы люди не подумали, что просто закрыли школу То есть сделали, перекрыли школу Ну, побывали в школе, мы выступили Не мы, точнее, мы организовали мероприятия перед детьми Мы немножечко по-другому начали смотреть на общественную деятельность Так как, увы, так сложилось, что общественные организации в последнее время воспринимают не слишком серьезно То есть, ну, так вышло И мы не просто приезжаем и дарим деткам подарки Мы стараемся вызвать у них дух соперничества То есть, совсем одно дело, когда тебе дарят подарок И другое дело, когда ты его сам зарабатываешь И вот мы в форме, они все получат, это понятно А подарок Но вот в форме соревнования Вот с товарищем посоревноваться Кто из нас лучше, кто будет первый Это то, что должно нами руководить всегда Это мое мнение И победителям мы дарим хорошие, поощрительные призы К сожалению, мы не успеваем уже до новогодних праздников посетить еще один детдом Но после Нового года мы посетим Уже подарки у нас собраны Вот, и мы посетим их Насколько я понимаю для себя, вот из того, что ты сказал, я сделал два вывода Что первое, для того, чтобы добиться успеха, нужно постоянно бросать вызов И с кем-то соревноваться У тебя должен быть соперник Возможно Ну это чисто мужской подход Мне кажется Возможно Потому что мужчина завоевательна Мне кажется, да, вызов нужно бросать в первую очередь самому себе То есть, мне кажется, просто должно быть постоянное недовольствие чем-то Разумеется, мы должны прийти просто Есть такое выражение, устраивая свою жизнь, пока она не начнет устраивать тебя Вот, и Наверное, не знаю Должно руководство с нами Не устраивает автомобиль, не устраивает квартира, не устраивает окружение Я люблю нашу страну, я хочу в ней жить Может не устраивает чем-то город Ну там, грубо говоря, кто-то может мечтать переехать с Николаева в Киев Кто-то с Киева в Харьков Наверное, постоянное недовольствие, оно и должно руководить, мотивировать нас Чем был недоволен ты? По сути, эмоция очень хорошая недовольствия Это как бы, вот как есть базовый инстинкт, ощущать боль То есть, знаешь, что это опасно, то есть, нужно что-то делать То есть, недовольство в твоем понимании, это как толчок что-то изменить То есть, тебе что-то не нравится, окей, делай так, чтобы тебе это нравилось Твое первое недовольство, верни вообще все-таки Мы с Мишей когда-то разговаривали за чашечкой чая И я ему говорил, вот такая приятная мысль Может, коньячку, да? К сожалению, не дошли Это было недовольство И у нас в ходе разговора, у нас будет довольно-таки душевный открытый разговор Я Миша говорю, Миша, я считаю, что всеми нами руководит два чувства Первое – это любовь, второе – это злость То есть, либо мы делаем что-то по отношению к кому-то, ну, с добрых побуждений Либо мы любим кого-то, либо мы, это наше любимое дело, мы им занимаемся Мы стремимся, грубо говоря, то есть, мы можем поступать под любви к родителям Мы можем стараться дать для них, пока они живы, пока они еще рядом с нами Мы можем просыпаться, вставать, делать что-то, чтобы им дать Либо же это злость Опять-таки, то, о чем я говорил заранее, то есть, это недовольствие То есть, вот, ну, просыпать, ну, не нравится тебе ехать в маршрутке Купил автомобиль, ну, не нравится он тебе, ну, хочу лучше Ну, вот, в этом ресторане хорошая еда, но есть лучше Вот где-то вот это постоянное недовольствие, оно тоже очень часто руководит Но... У меня встречный сразу же вопрос, Игорь, а как же, это же можно не остановиться никогда Можно не остановиться, но... Это все жизнь пройдет в том, что ты будешь завоевывать больше, больше и больше Смотри, но я с тобой не соглашусь, наверное, по той простой причине, что когда ты доходишь до определенного периода Ты занимаешь такую нишу, как вот, насколько я понял, благотворительность Просто я, если взять по самым богатым людям, в какой-то момент жизни они начинают заниматься благотворительностью Насколько я понимаю, Игорь начал заниматься этим еще раньше Ну, в принципе, да А вот для чего это делается? Просто вот у каждого человека свои на этой цели Какую цель преследуешь ты, когда ты этим начал заниматься? Наверное, то, что в последнее время стала острая проблема такая То, что современная молодежь, она не задумывается, что будет через 5-10 лет Ну, вот, сегодня я проснулся, сегодня я ничего толком не сделала Ну, ничего, завтра буду ругать Может быть, что-то сделаю Это из области, начну с понедельника, начну с нового года Проходит день за днем, месяца, года, ничего не меняется в жизни Пагубные привычки, алкоголь, табачные изделия В общем, общая деградация То есть, когда люди не читают, не стремятся ни к чему, не хотят ничего Когда их вот так, ну, все устраивает Это определенная зона комфорта, из которой всем нам нужно выходить И, в принципе, большинство молодых, точнее, не молодых, а подрастающего поколения Они не задумываются, что будет через 5-10 лет К чему приведет сегодняшние наши привычки, к чему приведут наши действия И вот, когда посещали, мой хороший друг, и он тоже является руководителем общественной организации Сергей Голевец Он выступал в встрече перед детьми Он говорит, если вот среди вас, там было примерно 50 детей Он говорит, если среди вас, мы хотя бы одного замотивировали Мы не призываем там заниматься в тренажерном зале, заниматься воркаутом, футболом Мы призываем выбрать просто для себя то направление, которое будет нравиться То направление, благодаря которому мы будем просыпаться каждое утро и к чему-то стремиться Именно это будет нас заставлять двигаться И человек сам не заметит, как пройдет время Он просто становится на один момент, оглянется назад И он увидит то, что за какой-то определенный период времени было сделано много ошибок, но и много попыток Невозможно прийти ко всему, не падая Вот, и вернусь к речи Сергея И он говорил, если мы, говорит, среди вас, хотя бы одного Донесли что-то, донесли что-то хорошее и светлое Мы уже не зря здесь выступили Мы не зря приехали все, мы не зря старались То есть в первую очередь это ребята, потому что они выступают перед детьми Они представляют сейчас новую организацию Crossbar Motion Которая была создана так уж давно в городе Николаеве Вот, поэтому, наверное, проблема общества Мы не можем, да мы не надеемся в корне изменить все Но мы надеемся и верим в то, что мы сможем путь кого-то, но подтолкнуть чуть-чуть Мне кажется, это отличные слова Но хочется каких-то, знаешь, более действенных советов для, возможно, молодежи, которая смотрит Вот, допустим, как вот уже сегодня начать строить свое завтра То есть какие-то, возможно, практические советы из личного опыта Это может касаться спорта, бизнеса, что-то, чем руководствовался ты Наверное, в первую очередь определиться, чего ты хочешь сам К чему ты хочешь прийти Потому что нельзя просто выйти из дому и пойти никуда Если мы уходим из дому, мы идем в университет, мы идем на работу, мы идем на встречу с кем-то Нужно определить конечную свою цель Маршал? Да Да, потом, достигнув ее, то, о чем мы говорили заранее, может быть недовольствие Но нужно иметь цель Нужно просыпаться и понимать, что я сегодня буду делать И к чему, опять-таки, это все приведет Наверное, по поводу, что нужно делать Определяемся с целью Если это спорт, мы определяемся, опять-таки, с видом спорта Мы начинаем по чуть-чуть, стремимся, развиваемся Наверное, единственный путь, не путь, а советом дельный Не нужно никогда ничего стесняться То есть, если мы выбрали спорт, либо мы выбрали бизнес, либо общественную деятельность Никогда не нужно стесняться людей, которые где-то нагло выше нас Чаще всего у всех стоит такой барьер Человек стоит выше меня, он со мной не будет разговаривать Либо он от меня отвернется На самом-то деле не так Сколько я встречал людей, которые выше меня Выше некоторых моих знакомых Опять-таки, которые еще выше меня Это всегда добрые, открытые люди, которые, ну, действительно, не готовы дать дельный совет Очень и очень редко они могут помочь Но они могут дать совет Поэтому Я немного сбился Это такая очень крутая информация Которая ты даешь, ты не каждый день услышишь Простите, что перебиваю Просто вспомню мысли То есть, нужно обращаться действительно к специалистам Они подскажут Есть такое выражение Вот я помню, когда еще работал фитнес-тренером Очень часто не выражение Очень часто ведут такую ситуацию Когда приходит молодой парень И делает все очень и очень неправильно Тем самым он Ну, просто проводит тренировку впустую Он по итогу тренировки ни к чему не придет И через определенный период времени Он просто расстроится и будет разочарован во всем этом То есть, он посмотрит Я потратил финансы Я потратил время Силы, ресурсы Это ни к чему не привело И чаще всего из-за неправильного подхода Люди просто бросают этим заниматься Правильный подход Это сам Правильно начать Это очень важно Да, да То есть, мы можем сейчас рассмотреть спорт Как То есть, действия в спорте Как и действия в бизнесе Либо в жизни То есть, нужно определиться Нужно прийти И очень важно выполнять правильно Я опять-таки вернусь к разговору Он делает неправильно Тем самым увеличивает шанс травмироваться То есть, опять-таки В спорте травм можно рассматривать Как и падение в жизни То есть, травма Это где-то шаг назад То есть, это не стоп, а шаг назад Так же самое и в бизнесе Либо еще где-то Не удалось, не получилось Там пошли убытки Но завтра будет лучше Главное верить и надеяться Игорь, ну я могу тебе сказать Только спасибо за советы Я думаю, что спасибо тебе скажу Не только я, но и наши телезрители Которые сегодня нас смотрели Которые примут сегодня все твои советы И начнут уже сегодня Встроить свое будущее Тебе спасибо И, конечно же, удачи твоей организации До встречи на твоих мероприятиях Спасибо большое Спасибо Спасибо